Всем-всем привет и спокойной ночи! Почему я начинаю это видео с такого странного пожелания? Ну, дело в том, что перед вами лекция для сна. Что же это такое? Сейчас в течение где-то полутора часов я буду рассказывать вам невероятные истории из жизни племен Центральной Южной Америки, самых известных, которые у вас действительно на слуху от Стейки, Инки, Майя. Мы узнаем, в чем же разница между этими племенами, где они проживали и в какой период истории, почему они исчезли с нашей земли или же не исчезли и многое-многое другое. Ну, а если вы захотите узнать еще больше интересных фактов из истории мира и истории России, а также подготовиться к ОГЭ по истории или, может быть, к другому экзамену, то обязательно подпишитесь на этот канал, а также на мой Телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к этому видео. Но больше, друзья, не буду оттягивать начало, потому что действительно будет сегодня очень интересная, уютная и очень-очень сонная лекция. Постараюсь говорить максимально спокойно. И, кстати, для вас даже сделала ночное оформление презентации. Так что, надеюсь, вам действительно будут сниться хорошие сны после просмотра этого видео. Меня зовут Дарья Львова, и мы с вами начинаем. Ну, сейчас вы видите перед собой один из самых-самых ярких вообще элементов культуры Центральной и Южной Америки, а именно пирамидальный храм племен Майя, инков, ацтеков. Да, все эти племена индейские у нас связаны вот с таким вот образом пирамидального храма. Сегодня мы хорошенько узнаем, какие же племена строили таких храма, а какие нет, что они значили и почему они выглядели именно так. Ну и вообще сегодня поговорим об многих легендах, которые связаны с этими племенами. Расскажу вам о пернатом змее, о том, почему очень-очень сильно было влияние культа предков и всяких там тотемов в этих племенах, и о том, куда же они делись. Ну, небольшой спойлер, конечно, тут виноваты европейцы, которые приплыли на территорию Америки. Но об этом мы с вами начнем говорить прямо сейчас. Для того, чтобы нам с вами лучше понимать тот период, ту специфику, о которой я сегодня буду рассказывать, нужно начать с середины. В 1492 году испанский мореплаватель по имени Христофор Колумб первым среди всех европейских путешественников доплыл до берегов Америки. Но у этой фразы есть несколько оговорок. Во-первых, не до конца можно быть уверенными, что Колумб там был первым. Согласно скандинавским легендам, еще викинги в средние века, сильно раньше, чем Колумб, посещали Америку и даже устраивали там свои первые поселения. Но эта версия не до конца доказана. Считается, что вся-вся-вся информация про викингов, она находится только в скандинавских хрониках, и мы не можем им полностью верить, потому что в хрониках других стран про это ничего не сказано. Так или иначе, в современной исторической науке считается, что действительно Христофор Колумб первым среди европейцев вступил на территорию Америки. Но так уж вышло, что сам Колумб к этому относился очень неоднозначно. Ну, во-первых, он никогда не верил, что открыл новый материк. Вот такой вот странный факт, да. Дело было вот в чем. Колумб вообще-то совершенно не собирался открывать никакую Америку. Он хотел для своей родной страны Испании открыть морской путь в Индию. Зачем ему нужно было плыть в Индию? Дело было в том, что тогда европейцы уже понимали, как много потенциала есть в торговле с Индией, где есть всякие редкие специи, красители, экзотические фрукты. И европейцы хотели все это у Индии закупать и очень-очень дорого продавать в своих родных странах. Но вот была загвоздка в том, что они знали только сухопутный путь в Индию. Представьте себе карту и подумайте, как же было, наверное, сложным бедным европейцам пешком добираться до Индии через различные пустыни, реки, океаны. Ну, очень трудно это было путешествие. И поэтому как раз-таки в 15 веке, когда в Испании и Португалии был развит очень хороший, мощный флот, эти страны решили задуматься о поисках морского пути в Индию. Вот как раз-таки Колумб выдвинул идею, что если поплыть от Испании на запад, налево то есть, то можно, обогнув всю планету, приплыть в Индию. Ну, никто же не знал, что там по пути будет еще целый большой-большой материк Северной Америки. И в итоге Колумб на эту Северную Америку-то и наткнулся. Но так как он считал, что он приплыл в Индию, он местных жителей назвал индейцы, а этот регион Вест-Индия, ну, то есть Западная Индия. И поэтому очень долго потом настоящую Индию называли Ост-Индия, Восточная Индия. То есть в мире как будто бы было две Индии. Хотя на самом деле, конечно же, это была Америка и Индия. Ну, вот так или иначе, Христофор Колумб добирается до земель Америки, начинает там осваивать все, что только можно. И вообще, если честно, очень многие современные ученые относятся к Колумбу достаточно негативно, потому что считается, что он был очень жесток по отношению к местному населению, принижал людей и использовал их как своих рабов. Ну, по крайней мере, пытался это делать. Но, так или иначе, личность эта в истории закрепилась. И именно поэтому все цивилизации Америки, северные, центральные, южные, которые существовали до прибытия Колумба и начала активного освоения Америки европейцами, называются до Колумбовой цивилизацией. Ну, то есть здесь все вроде бы как логично, да? Те цивилизации, которые существовали на территории Америки до Колумба. Причем, надо сказать, что они здесь достаточно хорошо существовали и развивались. Развивались они в некоторой изоляции, да? Потому что пока Колумб не приплыл на территорию Америки, в целом местные жители особо-то и не стремились узнавать о других странах, о других людях, о других континентах, и жили в таком вот действительно своем закрытом мирке. Но мир этот был очень даже развитым. Они умели производить различные ювелирные украшения, хорошенько так разбирались в медицине. У них было очень неплохо развито сельское хозяйство, а где-то даже и скотоводство. И в целом жизнь шла своим чередом. Но, как вы понимаете, как только европейцы ступили на землю Северной, Центральной и Южной Америки, все очень сильно изменилось. Ну и давайте мы как раз-таки начнем потихоньку говорить о том, как же жили местные племена до Колумба. Ну, во-первых, надо знать, что люди изначально появились, скорее всего, на территории Африки. Это было такое изначальное место расселения людей вообще на нашей с вами планете. Почему же именно на территории Африки? Дело в том, что там был самый теплый, хороший, благоприятный климат. Люди там спокойно себе жили, развивались и очень долгое время не видели никакой необходимости куда-то из этой Африки уходить. Но постепенно людей становилось сильно-сильно больше, места не хватало. И еще и начали происходить такие вещи, как изменение климата. Люди стали расселяться по планете, потому что Африка уже не была таким невероятно райским местом, которым она оказалась им раньше. В итоге, примерно 30-20 тысяч лет назад, вдумайтесь только в эту цифру, друзья, 30-20 тысяч лет назад, ну, просто что-то невероятное, первые люди появились на территории Северной Америки. Пришли они сюда из Азии через существовавший тогда перешейк под названием Берингия. Ну, это слово вы должны понимать, так как есть сегодня на месте этого перешейка Берингов пролив. Давайте как раз посмотрим на карту чуть более внимательно. Здесь мы с вами видим восточную оконечность Евразии. Вот, например, у нас полуостров Камчатка, который сегодня является частью Российской Федерации. И под вот этим зеленым овалом мы с вами видим известный Берингов пролив. Но около 25 тысяч лет назад, может быть, чуть-чуть даже раньше, или чуть позже, да, в этом регионе у нас не было никакого пролива. Здесь был участок земли под названием Берингия. И именно по этому участку земли люди стали проникать в Северную Америку. Как вы видите, сначала они обосновались примерно вот в этом регионе, затем где-то 16 тысяч лет назад люди стали заселять юг Северной Америки, и около 14 тысяч лет назад они оказались уже на территории Южной Америки. А затем 4-5 тысяч лет назад люди из Америки пошли снова уже примерно в сторону Евразии, да, то есть круг замкнулся. Но 7-10 тысяч лет назад Берингия была затоплена, и поэтому до наших дней она уже не добралась. Вообще, если это вам интересно, можно на самом деле очень много всего прочитать про то, как раньше выглядела наша планета. Она была совершенно другой, и есть очень-очень много, знаете, таких вот теорий геологических, географических, которые объясняют, почему континенты очень хорошо встраиваются друг в друга. Они как будто бы как пазл, да. Есть такая вот версия, что все континенты когда-то давным-давно были одним большим-большим-большим континентом. Назывался он, скорее всего, Пангея. Но есть и другие версии, которые эту теорию опровергают. Но мы с вами здесь все-таки собрались поговорить не об этом. Так что, если вам это интересно, можете почитать самостоятельно. А мы переходим дальше, и сейчас уже обсудим потихонечку, что же делали эти самые племена на территории Северной, Центральной и Южной Америки. Ну, собственно, все доколумбовые цивилизации принято называть индейцами. Еще раз напомню, это Колумб придумал такой термин, потому что он-то считал, что он приплыл в Индию, и поэтому местное население он назвал индейцы. Такая вот у него была незамысловатая идея. Главными занятиями индейцев были охота и собирательство. Они действительно очень хорошо охотились, у них было развитое достаточно оружие по тому времени, и они хорошо разбирались в травах, в ягодах, в различных, так скажем, плодах природы, которые можно было употреблять. Ну, а вот сельское хозяйство здесь начало развиваться достаточно поздно, потому что на территории Америки был очень такой благоприятный, хороший, удобный климат. И люди понимали, что в целом можно как-то особо-то и не стараться, природа и так тебя накормит. Чтобы здесь было лучше понятно, я вам приведу обратный пример из европейской истории. Ну, собственно, на территории Африки, на территории Европы люди очень долгое время жили так же, как на территории Америки, занимаясь охотой и собирательством. Однако, произошел такой период в истории первобытного человека, который назывался Великий Ледник, когда, собственно, с Северного полюса стали спускаться огромные ледяные массы. И они-то, конечно же, очень сильно стали менять климат. Поэтому люди и были вынуждены перейти от собирательства и охоты к производящему хозяйству, к сельскому хозяйству, к скотоводству, потому что они понимали, что в любой момент может наступить зима, на природу уже нельзя полагаться так надежно. Нужно как-то об себе заботиться и создавать себе какие-то ресурсы для пропитания, чтобы, если что, не погибнуть. Поэтому, видите, условия жизни были здесь достаточно разными. Ну, конечно, на территории Америки тоже спускался ледник, однако люди не жили тогда еще на территории Америки. Когда они сюда добрались, то ледник уже давно прошел, и в итоге получается, что люди жили в таких вот установившихся, приятных климатических условиях. И надо сказать, что климат, почвенные условия здесь достаточно сильно отличались от того, что происходило в Европе. Поэтому, если вы знаете, какое сельское хозяйство было развито в Древней Руси, например, то сейчас для вас будет большой-большой шок. Вот в чем история. На территории Америки индейцы выращивали совершенно другие культуры. Кукурузу, картофель, помидоры, фасоль, какао и табак. Еще раз повторюсь, если вы знаете историю Древней Руси, то вы сейчас, конечно, очень сильно удивитесь, потому что ни в коем случае все это не росло у восточных славян. Они выращивали проса, овес, пшеницу, рожь. А вот картофель и помидоры в Россию завез уже Петр Первый, а кукурузу только Никита Сергеевич Хрущев. Собственно, однажды Хрущев отправился в поездку по США, увидел там огромные-огромные-огромные плантации кукурузы и захотел ее привезти в Советский Союз. Такой вот был у него очень большой и важный план. Поэтому, как вы видите, жили предки современных русских людей и современных американцев совершенно-совершенно по-разному. Хотя нельзя говорить все-таки, что индейцы – это предки современных американцев. Получается, не совсем правильно. Но давайте просто признаем тот факт, что примерно в одно и то же время на территории Евразии и на территории Америки люди питались и жили совершенно по-разному. И, кстати, надо сказать, что у индейских племен еще и был такой вот немножечко необычный способ вести сельское хозяйство. Они строили плавучие сельскохозяйственные острова, которые назывались Чинампы. Как это работало? Вот смотрите, в реку, в канал какой-нибудь, в озеро вставляли очень много свай, таких вот глубоких, высоких, которые возвышались над водой. На эти сваи натягивала специальная сетка и в сетку насыпали почву. Таким образом, почва в этой сетке всегда была увлажненная и плодородная. И люди могли, собственно, на этом поле очень много собирать урожая. Ну а если река или канал разливались, то иногда эти поля как раз-таки снимались со свай, то есть переставали быть прикрепленными ко дну и начинали плавать вокруг своих хозяев. Поэтому как раз-таки, да, вот эти острова и были плавучими. Вообще, на самом деле, сохранились даже карты индейских племен различных периодов, где нарисованы как раз-таки вот эти вот ряды плавучих островов и подписаны имена владельцев. Вот такая вот интересная история. Ну, например, опять же, в Древней Руси мы с вами находим карты различных общинных участков, где они там делят между собой поля, леса, но ни в коем случае не плавучие острова. Вот снова обратите внимание, как сильно от природы и климата меняется образ жизни людей. Ну, в учебнике по истории Древней Руси мы бы с вами такой картинки точно-точно не увидели. Ну, как бы все вполне логично. Когда-нибудь у древних индейских племен должно было и государство сложиться. И здесь, на самом деле, история очень-очень похожая на те истории, которые происходили на территории Европы. Практически все древние цивилизации, ацтеки, инки, майя, а также Месопотамия, Древний Египет, Древний Китай и так далее, да, все-все-все древние цивилизации складывались примерно по одному принципу. Изначально люди начинали переходить от собирательства к сельскому хозяйству. Когда они занимались сельским хозяйством, они потихонечку осознавали, что для того, чтобы что-то вырастить, для того, чтобы больше урожая получить, нужно делать это сообща. То есть люди объединялись в общины, они вместе обрабатывали землю, вместе что-то выращивали, чтобы прокормиться. И постепенно люди замечали, что кто-то лучше разбирался в сельском хозяйстве, а кто-то хуже. Кто-то брал на себя руководящую должность, а кто-то подчинялся. Это также было связано, конечно, и с характерами людей, потому что они во всей эпохе всегда были очень разными. И в итоге из-за того, что в этих древних цивилизациях развивалось сельское хозяйство, происходило также и расслоение общества. Люди, которые могли руководить сельскохозяйственными работами, хотели закрепить свое особое положение. Они брали контроль над этой землей, подчинялись себе людей, которые ее обрабатывали, и потихонечку таким образом в древних цивилизациях выделялось знать, а она уже брала в свои руки власть и создавалось государство. То есть еще раз, смотрите, какая у нас здесь последовательность. Сначала у древних индейцев развивается сельское хозяйство. Они начинают совместно обрабатывать земли и потихонечку замечают, что кто-то с этим справляется лучше, чем другой. Начинается расслоение в обществе, выделяются богатые, знатные, уважаемые люди, которые в итоге берут власть в свои руки и начинают устанавливать свои правила. Поэтому возникает государство, в котором есть власть, в котором есть самый главный город, в котором есть границы и так далее. Именно по такому принципу возникли все древние государства этого мира в целом-то. Ну и еще стоит сказать о том, какие верования были у древних индейцев. Но в основном индейские племена были язычниками. Что же такое язычество? Это религия, которая основывается на божествлении сил природы и таким образом на многобожии. То есть у всех язычников и существует вера большое количество богов. Каждый из богов олицетворяет собой какую-то природную силу. Почему язычество возникает практически во всех древних цивилизациях? Вот смотрите, я вам сейчас рассказала, что все древние цивилизации возникли примерно по одному принципу и все они были языческими. А в чем же тут причина? Дело в том, что язычество это самое примитивное, самое понятное и самое просто создаваемое религия. Почему? Ну, смотрите. Давайте представим себе ситуацию, что когда-нибудь давным-давным-давно представитель племени Майя засеял поле кукурузой и ничего у него не получилось. Кукуруза не взошла, погода была очень плохая в этот год и вообще год неурожайный. Он очень расстраивается, потому что ему нечем прокормить себя и свою семью. И тогда представитель племени Майя начинает ругаться на все вокруг, на природу. И вдруг, представляете, что он делает? Он бьет кулаком по земле, по почве, и начинается дождь. И представитель племени Майя думает, ага, значит, это я сейчас что-то такое сделал, что пошел дождь. Может быть, кто-то там есть сверху, кто за мной следил и решил вот так вот мне помочь, увидел, что мне так сложно, что я страдаю. Таким образом, человек начинает видеть, что есть какие-то обряды, которые он может выполнять, чтобы чего-то добиться. И также человек начинает верить в то, что есть какой-то ответственный за дождь, за плодородие почвы, за солнце, да, за все что угодно. И поэтому возникает язычество. Это происходило не только в племени Майя, конечно же, но это происходило и у восточных славян, и в Месопотамии, и в Древнем Египте, и даже в Древней Греции. Если вы помните, во всех, во всех, во всех этих культурах, мы можем вспомнить много разных богов. Ну, например, в Древней Руси у славян был бог солнца Ярила, а в Древнем Египте бога солнца звали Ра, а в Древней Греции бог солнца был Аполлон, который у нас ездил на колеснице небесной и отвечал за восход и закат солнца, и так далее. То есть в каждой религии, в каждой стране был свой бог солнца, свой бог грома, свой бог дождя, свой бог плодородия почвы и так далее. В целом, все язычество было примерно одинаковым. Ну и надо сказать, что в разных культурах люди немножечко по-разному соблюдали языческие обряды. Например, если в Древней Руси люди поклонялись идолам, огромным таким столбам, изображавшим богов, то у индейцев в основном в почете были тотемы. Это были не такие огромные, большие как бы скульптуры, а скорее маленькие фигурки, которые обозначали каких-то животных. И очень часто индейцы верили, что у каждого человека от рождения есть свой тотем, который дает ему силу. Ну, то есть человек мог родиться под защитой медведя, под защитой волка, под защитой змея или кого-нибудь еще. И поэтому, например, в племени ацтеков существовало поверье, что бывают воины-ягуары, которые как-то вот особенно благословлены этими животными, этими духами, и вот они очень храбрыми становятся. Ну и так далее. И вообще в целом в индейской культуре это было очень сильно распространено. Также активно была развита вера в загробную жизнь, которая отражалась в мифологии. Ну, надо сказать, что в целом всегда в индейских племенах очень сильно уважали старших и очень сильно уважали умерших, потому что считалось, что люди погибшие, они никуда не деваются, они остаются, просто они попадают в загробный мир. Мы с вами сегодня посмотрим, во-первых, много храмов индейских, и вы увидите, как выглядели усыпальницы вот этих вот умерших людей, особенно богатых, которых хранили в этих пирамидах. А также я покажу вам верование одного из племен, и мы с вами посмотрим, как же был устроен мир в их мировоззрении, потому что мир там делился на три части, то есть был мир земной, был подземный мир и небесный. Как раз таки вам будет лучше понятно, как же были устроены верования ацтеков, инков и майя. Ну и надо сказать, что у каждого из этих племен была очень-очень сильно развита традиция создавать мифы и легенды. Например, есть очень известная книга, которая называется «Пополь в ух», книга племени Майя, которая описывает вообще сотворение мира. И она, кстати, существует даже в переводе на русский язык. Ее переводил поэт Константин Бальмонт. У него был такой вот интересный этап в жизни, когда он ездил в Мексику, познакомился с этой религией, с этой культурой, с этим, ну вообще с этим миром, да, индейским, индейским, извините, как Калуб сейчас ошиблась, индейским миром, конечно же. И вот он решил перевести эту книгу «Пополь в ух», чтобы оставить русским людям тоже возможность изучить мифы племени Майя. Очень они интересные, мы сейчас с вами до них чуть попозже доберемся, я вам расскажу один необычный факт о том, как был создан человек по верованиям Майя. Ну и, друзья, мы с вами добрались до списка всех доколумбовых цивилизаций. Вот сейчас я рассказала вам такую основную информацию о том, как же жили племена на территории Северной, Центральной и Южной Америки. А теперь мы немножечко подробнее познакомимся с названиями этих цивилизаций. Их, конечно, очень-очень много. Ну вот начнем с первых. У нас с вами сегодня тема урока. Это, конечно же, Южная и Центральная Америка, поэтому я не буду рассказывать про индейские племена Северной Америки. Но есть четыре самые известные цивилизации. Если вам интересно, вы можете про них тоже дополнительно почитать. Хоупвелл, Магальон, Анасази и Хохокам. Все это были большие-большие государства, большое количество городов на территории Северной Америки. Существовали они в различный период. Но в среднем их существование это где-то начало нашей эры и вот примерно 1200-1300 годы. То есть вот примерно такой период. Затем Центральная Америка. Кстати, хочу выделить здесь одно из самых известных племен, племя Ольмеки. Оно было самым-самым древним племенем на территории всей Америки, что Северной, что Центральной, что Южной. И очень неожиданно и странно оно исчезло. Племя Ольмеков существовало где-то ну с двух тысяч лет до нашей эры, может быть даже чуть-чуть раньше. И вот уже к началу нашей эры оно исчезло с планеты Земля. И самым таким вот известным и долго существующим племенем стали майя. Майя вообще являются, я бы сказала, таким феноменом Центральной Америки. Потому что если все остальные племена, про которые я говорю, существовали где-то ну не больше тысячи лет, хотя даже часто и меньше, то майя, они действительно очень и очень долгожители. Они возникли где-то на рубеже второго первого тысячелетия до нашей эры, и они существуют до сих пор. Майя это одна из немногих цивилизаций доколумбовых, которая сумела пережить колонизацию Америки, Испании и Португалии и сохраниться до наших дней. То есть сегодня в мире существует еще достаточно большая численность людей, которые этнически являются представителями племени майя. Но, конечно, живут они уже совершенно по-другому, и они, понятное дело, ассимилировались в американскую, в европейскую культуру, ну вообще, да, в международную. Но они все еще существуют. Также стоит назвать Сапотеков, Миштеков, Теотиуакан, Тальтеков и Ацтеков. Это вот такие вот тоже самые-самые-самые известные, дошедшие до наших дней, информация о них дошла до наших дней, племена Центральной Америки. Ну, видите, здесь у нас выделены яркие майя и ацтеки. Это самые известные племена Центральной Америки, которые действительно ярче всего остались в свой след в истории, поэтому мы про них сегодня и будем говорить. Ну и, наконец, осталось посмотреть на племена Южной Америки. Их тоже было очень-очень много. На основу самое известное племя это инки, которые вообще имеют одно из самых ярких проявлений в культуре. Про них даже мультфильм есть, император, Куско, похождение императора. Если, может быть, кто-то смотрел, то вот, да, это те самые инки. Про них сегодня тоже буду вам рассказывать. Ну и сейчас показываю вам вот такую вот хронологию. Подготовила ее специально для вас, чтобы вы смогли немножечко лучше понять, как же выглядела история Южной Центральной Америки до Колумба. Посмотрите, еще раз показываю, да. Около тысячного года до нашей эры активно стали распространяться по территории Центральной Америки племена Майя. Видите, они уходят дальше, чем конец моей диаграммы. Потому что, еще раз повторюсь, они до сих пор существуют, да. То есть до сих пор есть жители нашей планеты, которые этнически являются майя. А вот ацтеки и инки существовали где-то с конца 13-го до начала 16-го веков нашей эры. То есть где-то с 1300 по 1500 год. Жили они удивительно одновременно друг с другом. И, конечно, вы можете увидеть, что если сравнивать их с племенем майя, то их срок жизни сильно-сильно меньше. И это действительно такая вот впечатляющая разница. Ну и, опять же, посмотрите, друзья, что ацтеки, что инки прекращают свое существование практически сразу после того, как в Америку приплывает Кристофор Колумб. Это, на самом деле, очень грустная страница из человеческой истории, да, потому что, действительно, Кристофор Колумб и другие испанские, португальские конкистадоры, как их называли, да, завоеватели новых земель, они вели себя часто очень сурово, очень жестоко по отношению к коренным народам Америки. И надо сказать, что им было присуще некоторая, знаете, такая гордость и предубеждение. Они считали, что они сильно более развитые, что они лучше знают, как вообще жить в этом мире, поэтому они не хотели считаться с мнением местного населения. И, в целом, какое-то мирное сосуществование европейцев и индейских племен казалось невозможным, потому что индейские племена, понятное дело, были достаточно военизированы, да, они привыкли к тому, что постоянно происходят какие-то конфликты у них друг с другом, и они, конечно, к новым гостям из Европы относились очень настороженно. Ну, а европейцы считали, что эти люди сильными и не развиты, чем они, значит, они должны им подчиниться, и поэтому такой вот произошел неизбежный, можно сказать, конфликт, потому что изначально обе стороны были настроены негативно по отношению друг к другу. И давайте мы с вами посмотрим, где же проживали эти племена, чтобы вы могли представить себе на карте, как они вообще располагались относительно друг друга. Ну, вот смотрите, Ацтеки и Майя, это, конечно же, Центральная Америка. Ацтеки, да, это примерно территория современной Мексики. Кстати, именно Ацтеки вообще-то являются создателями слова Мексика. Я вам сегодня про это чуть-чуть расскажу. Майя жили на территории современного полуострова Юкатан, который тоже в Центральной Америке находится, ну, а инки вообще в другом месте, да, они как бы даже не пересекались друг с другом. Инки жили в горах Андах на территории Южной Америки. Ну, и сейчас мы с вами подробнее познакомимся с первым племенем на сегодня, племя Майя. Наверное, все вы, конечно, слышали о календаре племени Майя. Такая вот страшная-страшная история про конец света в декабре 2012 года. И понятное дело, что этот такой стереотипа Майя, он, наверное, самый-самый сильный, самый известный. Но я вам сегодня расскажу сильно больше, чем только информацию про их календарь. И также, если вдруг вы не понимали этого, да, я сегодня постараюсь вам объяснить, почему же мир не закончился в декабре 2012 года и почему Майя вообще не имели этого в виду. Ну, просто вот это был очень такой вот хороший способ для всяких конспирологов зацепиться за такой апокалипсис. Ну что ж, начнем. Около трех тысяч лет назад, то есть на рубеже первого тысячелетия до нашей эры племена Майя начали осваивать земли Центральной Америки и прилегающий к ней полуостров Юкатан. На этой карте вы можете как раз хорошо увидеть, где расселялись Майя и Ацтеки. Да, тоже такой вот возможность сразу посмотреть на два племени. Но мы к этой карте еще вернемся, когда уже перейдем к Ацтекам. А Майя же у нас проживали вот здесь. Смотрите, да, изначально у нас с вами Майя проживали с первой тысячи лет до нашей эры, до начала нашей эры на вот этих вот светло-розовых территориях. А чуть позже, уже с 10 века до начала 16 века, они особо сконцентрировались вот здесь, на такой вот южной части полуострова Юкатан. Это, кстати, очень интересно, потому что это отражает развитие племени Майя. Дело в том, что как раз таки с течением времени они потихонечку добирались все ближе, ближе и ближе к морю. И уже вот с 10 по 16 век они начали даже строить корабли, активно заниматься торговлей с теми племенами, до которых они могли доплыть и создавали свои порты. Ну, например, вот известный порт это Тулум. Сегодня же тоже такой город существует на территории Мексики. Ну, самых известных городов Майя, наверное, стоит сказать про Чичен-Ицу. Мы с вами посмотрим обязательно сегодня ее фото. Калакмуль и Текаль. Такие вот очень-очень-очень известные города, которые сегодня являются прям важными достопримечательностями в этом регионе. Главное занятие Майя это выращивание кукурузы. И снова не могу не вспомнить нашего с вами очень известного советского секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева, который очень сильно хотел, чтобы в Советском Союзе росла кукуруза. Ну, вот, да, Майя, сами того не знаем, были ролл-модел, как говорится, Хрущева. Выращивали кукурузу, они из нее варили каши, пекли лепешки, делали напитки. И, конечно, считали ее божественным каким-то овощем, божественной культурой. И поэтому у них был также бог кукурузы. Вот, посмотрите, здесь вы можете увидеть фото сохранившейся статуэтки бога кукурузы. Его звали Ахмун. И, собственно, этот артефакт, по-другому не скажешь, находится сегодня в очень известном американском музее Метрополитен, в котором сохранены огромное количество таких вот памятников истории разных-разных культур и народов. Ну, вот здесь можно как раз увидеть, что это такой початок кукурузы, из которого, собственно, выходит бог. Но самый интересный факт, конечно же, в том, что, согласно индейским легендам, человек был слеплен богами из кукурузного теста. Это очень интересно, потому что, друзья, действительно, мифы о сотворении мира и о сотворении человека очень ярко подвергаются влиянию местных каких-то особенностей. То есть, в Древней Греции, в Древнем Египте и вот, например, у Майя люди происходили вообще совершенно разным причинам. Мир создавался совершенно по-разному. Такая была история здесь у Майя, что боги три раза пытались создать человека. они пробовали сделать его из дерева, пробовали сделать его из глины, но ничего не получалось. Люди не понимали богов, люди не умели думать, разные возникали у них, так скажем, недостатки. И вот единственный человек, который был достаточно подходящим и удовлетворил богов, уже был создан с кукурузного теста. Такая вот третья попытка богов Майя. Майя не сумели создать единые державы. На территории, где они проживали, были города-государства. Города-государства также мы знаем с вами из истории Древней Греции. Например, Афины или Спарта. Вот здесь была примерно похожая история. Майяйские племена, они отличались друг от друга некоторыми особенностями и проживали в своих городах-государствах. Но в целом структура городов у них была схожа. В центре поселения всегда на которой был вот этот самый храм в виде пирамиды с плоской вершиной. От площади от храма расходились дороги и рядом с храмом в дворцах различных жили правитель и знать. Ну, а обычные люди они жили дальше, уже в лесу скорее, в таких вот более простых домах. чаще чаще всего это были знаете такие вот даже ну, можно сказать шалаши из ветвей деревьев, которые завешивались лианами, да, чтобы так вход закрыть. Ну, и в целом можно сказать, что структура общества майя отражала вот это большое отличие между богатыми и бедными людьми. Оно отражалось не только в том, как они жили, но и, например, в том, как они одевались. Например, правитель майя очень часто носил шкуры львов, ягуаров и так далее, да, каких-то таких вот хищных животных. Знатные люди тоже старались одеваться в такие достаточно красивые ткани, а вот простые люди носили в основном набедренные повязки. Такое вот было очень-очень большое расхождение во внешности этих людей. И сейчас мы с вами можем посмотреть на фото двух очень-очень известных городов майя специально постаралась выбрать фото, на которых чуть-чуть хотя бы видно структуру этих городов. Вы посмотрите, слева Чеченица. Это самый известный сохранившийся город майя, дошедший до наших дней. В центре Чеченицы находится как раз тот самый пирамидальный храм с плоской крышей. И видите, вокруг него были другие постройки. Например, здесь мы видим какое-то сооружение, здесь мы даже дорогу, здесь видим внутри леса. Понятное дело, что до наших дней дошло не очень много, но вы можете себе представить. Леса, конечно, здесь в таком количестве не было. Индейцы его активно вырубали для того, чтобы на этих местах заниматься сельским хозяйством. и здесь вокруг храма должны быть дворцы знатных людей, а дальше уже должны были быть жилища людей попроще. И примерно такая же структура справа на фото города Коба. Тоже, видите, в центре у нас многоступенчатая пирамида и с разных сторон от нее различные постройки. Ну, конечно, эта пирамида сохранилась сильно, хуже. мы видим, что здесь нет никакой отделки, только такая сырая, можно сказать, кирпичная кладка. Но зато можно посмотреть, как создавали здания племя Майя, потому что, кстати, Майя, Ацтеки и Инки строили здания очень по-разному. Мы это тоже с вами увидим сегодня. Я надеюсь, вы заметите это отличие. Ну, вот такие вот древние стены мы перед собой увидели. Чеченица и Коба. Устройство общества Майя тоже на самом деле представляет собой интерес. Во главе государства стоял, ну, чаще всего его называли настоящий человек. Что же значит настоящий человек? Ну, считалось, что глава города государства это человек, как-то отличающийся от всех остальных, самый такой вот сильный, самый уважаемый, поэтому правителем города мог стать человек только из заграничного круга семей, потому что вообще от Майя считали, что их цари это потомки богов. Например, есть очень известная легенда о том, что существовало племя Майя, канульская цивилизация Майя, которая верила, что их боги это змеи, и поэтому цари это потомки таких вот змеиных богов. Ну, собственно, они совершали жертвоприношения, они верили в такую невероятную силу своих царей, поэтому, конечно, очень много было уважения к царям в племени Майя, ни в коем случае нельзя было царя оскорбить, потому что считалось, что это непростой человек, это человек, которого выбрали боги, это человек, который вообще-то потомок богов, и это надо уважать. Глава государства управлял всеми людьми через своих чиновников, а также через главного жреца, ну, а главный жрец уже управлял священнослужителями. Надо сказать, что священнослужители у Майя не только занимались религиозными всякими вопросами, но также развивали уровень образования населения, помогали как-то людям получать какие-то знания, и следили за торговлей активно. Ну, а простые общинники занимались сельским хозяйством. Вот здесь вы можете увидеть очень-очень красивый, да, видите, какой огромный сохранившийся центр города Калакмуль в канульском царстве Майя. Вот именно здесь люди поклонялись змеям и считали, что их цари это потомки таких вот змеиных богов. Такая вот была история. Ну, а вообще вера Майя это, конечно же, язычество, да, помимо змеиных богов было еще много-много-много других разных. Ну, считалось, что самый главный бог Майя это Ицамна, который либо представал в виде морщинистого старика, очень с большим носом и без зубов, либо в виде гигантского ящера. Дело в том, что вообще слово Ицамна с языка Майя переводится современными учеными как дом ящера. Да, то есть есть верование, есть версии, что у Майя была такая очень-очень сильная вера в то, что на небесах живет какой-то суперкрутой ящер, который управляет миром, который его создал. Ну, вот здесь мы видим такой вот пример изображения этого самого Ицамны. Кстати, слева, видите, вот здесь вот на таком прямоугольнике у нас какие-то странные значки. Это считается письменностью Майя такие вот так называемые глифы, да, как иероглифы в древнем Египте, как такие вот рисунки, которые обозначают какие-то слова. Так что вот можете представить себе примерно так выглядела письменность Майя. Но помимо Ицамны, как я уже говорила, были и другие боги. И следующий, наверное, очень известный, это, конечно, пернатый змей Кокулькан. Пернатый змей это вообще такая вот очень распространенная идея у всех индейских племен. Почему-то так произошло, что этот бог был и у ацтеков, и у инков, и у майя под разными именами. Например, чуть попозже я вам покажу, что в другом племени он назывался Кецалькуатль, да, если не ошибаюсь, и поэтому получается Кецалькуатль, да, вот так вот, Кецалькуатль. Поэтому получается, что бог-то был один и тот же, просто разные племена его называли по-разному. Так что вот такая вот интересная мысль о том, что во всех индейских племенах было какое-то поклонение перед змеями, ящерами, да, перед чем-то таким вот присмыкающимся. Такая интересная культурная особенность. В честь богов индейцы строили храмы, которые в целом не уступали египетским пирамидам, и они были, конечно же, украшены резьбой, а внутри даже живописью. Сейчас я вам покажу пример очень интересного храма. Вот как раз таки мы с вами сейчас смотрели на фото сверху города Чеченица. И вот этот храм снизу. Это храм Кукулькана, того самого пернатого змея. И посмотрите, как интересно он был построен. Вот здесь слева мы с вами видим фото, когда солнце падает на храм, получается, что здесь по нему вниз как будто бы спускается змей. Видите? Вот эти вот уступы пирамиды, они начинают формировать такой изгиб спины змеи. А снизу, конечно же, вот она, голова змеи с высунутым языком. вот такой вот очень интересный скульптурный элемент, который говорит, конечно, об очень высоком уровне развития искусства среди племен майя, потому что они смогли вот такую интересную хитрую инженерную мысль здесь воплотить, чтобы было видно, что змей как будто бы спускается по этому храму. Ну и также я обещала показать вам внутреннее убранство храмов. Вот здесь вы видите перед собой роспись стены одного из майяйских храмов в городе Банампак, который сегодня является тоже одной очень известной достопримечательностью на территории Центральной Америки. Здесь у нас изображена процессия танцоров на каком-то празднике и посмотрите какое качество этой фрески, насколько она хорошо сохранилась, дошла до наших дней, какие яркие краски и мы даже с вами можем видеть костюмы, видите такие вот яркие разноцветные длинные юбки, какие-то очень широкие пояса и такие вот красивые ожерелья на шеях, ну и на голове какие-то очень большие тоже головные уборы. Вот примерно так мы можем сделать вывод, выглядели жители племени майя, если верить их собственной фреске на стене храма. Ну и конечно же, друзья, не могла пройти мимо развития науки в племени майя. Во-первых, помимо того, что у них была очень хорошо развита письменность, у них были еще и цифры, причем цифры очень логичные, посмотрите, да, от 1 до 4 просто точки, пятерка это линия, шестерка точка и линия, все логично, да, и вот, пожалуйста, десятка, две линии, две пятерки, то есть вы сами легко можете уже сейчас записать свой номер телефона цифрами племени майя, потому что они совершенно понятные и логичные. Ну а справа вы видите один из вариантов календаря племени майя, здесь как раз таки вы можете разглядеть те самые глифы, да, вот эти вот письменные значки племени майя, различные рисунки, да, видите, здесь боги какие-то изображены и, конечно, сейчас я попытаюсь рассказать вам о том, как же был устроен календарь племени майя. Ну, во-первых, у племени майя было два времени, они делили жизнь, да, вообще время на разные периоды. Один из вариантов это был делить время на 365 дней, то есть периоды по 365 дней, как сегодняшний год наш с вами. Однако месяцев у них было сильно больше, 19, причем получалось, что в каждом месяце было где-то 20 дней. Другой вариант был в том, чтобы делить на периоды по 52 или по 256 дней. Так или иначе, майя поняли, что время нужно как-то поделить на периоды, потому что иначе начнешь сходить с ума, да, ну, как вообще не определять периоды времени, никак не как-то определять свое место вообще в этом времени, в этой вселенной. Просто жить, жить и жить. Поэтому именно им мы можем быть благодарны тем, что вообще-то мы так с вами сегодня тоже живем по каким-то периодам. Хотя это не только они придумали, в римском календаре тоже уже были периоды, в греческом календаре. И, собственно, почему же в декабре 2012 года по календарю мая должен был произойти конец света. А дело было в том, что мая создавали свой календарь по периодам. И в декабре 2012 года просто заканчивался один из периодов племени мая. Все. А дальше они просто уже не стали создавать календарь, ну, потому что сколько можно наперед эти календари рисовать. Поэтому на самом деле не заканчивалось время в декабре 2011 года просто закончилась страница календаря мая, закончился период, который они рассчитали. И все. Вот так вот и произошла эта самая очень пугающая для многих история. В 400-250 годах до нашей эры мая стали впервые строить монументальные сооружения. Ну, это если мы с вами говорим немножечко про историю этого племени. Они строили пирамиды, площадки для игры в мяч и в целом очень-очень много городов. Про мяч, кстати, тут не просто так информация. Дело в том, что индейские племена считаются одними из самых-самых крутых игроков в мяч. У них как раз-таки на территории Америки росло каучуковое дерево, которое помогло им добыть резину. Поэтому именно индейцы научились делать резиновые мячи и играть ими друг с другом. Вот такая была история. В 250 году до нашей эры, 600 году нашей эры, майяйское общество сложило систему соперничающих городов-государств, в каждом из которых была своя царская династия. То, что я вам как раз рассказывала. Именно в этот период у нас возникают на территории Центральной Америки многочисленные города-государства майя, которые друг с другом постоянно конфликтуют. Именно поэтому майя были такими очень воинственными племенами, потому что они понимали, что их город-государство в любой момент может захватить какой-нибудь соседний город-государство. И, собственно, очень интересно то, что примерно в этот период, чуть попозже, в 7 веке нашей эры, ученые смогли найти кое-какую интересную находку. Давайте я вам покажу следующее фото. Перед вами город Поленки, один из таких центральных тоже городов племени майя. И здесь, в центре города, находится храм креста. Это фото сделано с вершины храма креста. И, собственно, в этом храме был захоронен правитель города Поленки. И ученые смогли как раз-таки вот это захоронение 7 века изучить, рассмотреть и сделали вывод, что в захоронении указан возраст правителя, что жил он с 603 по 683 год. То есть, удивитесь этому масштабу жизни, да, в 7 веке нашей эры, когда вообще еще даже не существовала Древняя Руси. И в целом в Европе продолжительность жизни людей была 30-40 лет. Этот правитель Поленки прожил 80 лет. Ну, в целом это для сегодня чуть-чуть маловато, но нормально, да. Почему же он прожил так долго? Ну, еще раз повторюсь, потому что очень-очень сильно была развита медицина у индейцев, и они оставались, так скажем, в контакте с природой, да. То есть, они очень хорошо разбирались в различных лекарственных травах, в ядах и так далее. И со своим здоровьем они знали, что нужно делать. В 650-м 950-м годах майя достигли пика своего развития и достигла пика развития их письменности, эпиграфика она называется. Но, что интересно, если до этого периода в основном все надписи майя были о том, как кто-то родился, женился, пришел к власти, то что-то такое мирное, то теперь же основное внимание ждалось воинам, завоеваниям и захватом пленников. То есть этот период в жизни майя стал более таким вот воинственным. В 950-м 1500-м годах нашей эры был последний период жизни майя до прихода Колумба. Именно в этот период, если помните, я вам показывала, произошел переход к более такому морскому образу жизни. Майя переселились на оконечность полуострова Юкатан, стали строить порты, активно строили корабли и вот занимались такими морскими путешествиями. Однако им очень не повезло, потому что в начале 16-го века европейцы тоже начали заниматься морскими путешествиями. И в 1517-м году на Юкатане появились испанцы и начали завоевание земель майя. Очень много пришлось пройти этому племени с тех пор. Были уничтожены огромное, огромное количество людей, много правителей племени майя. Потому что европейцы на самом деле, как я уже говорила, вели себя достаточно жестоко, но мало того, они еще и привезли с собой заморские болезни. Майя никогда не знали, что такое чума или оспа, а как раз таки испанцы их с этим познакомили. И, к сожалению, очень многие местные жители, очень многие индейцы погибли от этих заморских болезней, потому что, ну, конечно, болезни были действительно смертоносными, да и сами майя не очень хорошо понимали, что вообще с ними происходит, что с этой болезнью можно сделать. Вот такая вот грустная история, но опять же напомню, что племя майя, оно одно из самых успешных на территории Центральной Америки, потому что оно дожило до наших дней, сегодня тоже существуют представители этого племени. Переходим к истории ацтеков, тоже племя очень известное на слуху и про них не меньше всяких интересных фактов есть, чем про майя, так что усаживайтесь повнимательнее. Ну, если вы еще не спите там. В конце 13 века нашей эры на территорию современной Мексики с севера приходит племя ацтеков. Обратите внимание, конец 13 века, если майя у нас с вами появились за тысячу лет до нашей эры, то ацтеки уже во втором тысячелетии нашей эры, то есть сильно-сильно-сильно позже. Интересно то, что ацтеки сами себя называли Мешика. Это было их само название. И именно от этого слова происходит современное название государства Мексика. Потому что жили на территории современной Мексики. Вот когда бы вы могли еще такое узнать и когда бы вы могли такое подумать, что два совершенно несвязанных слова ацтеки и Мексика вообще-то являются одним и тем же. Такая вот история. Индейская легенда рассказывает, что жили когда-то ацтеки в невероятно хорошем месте на долине Ацтлан. Там все было хорошо, но вдруг боги сказали им, что нужно уходить. И вот вы видите здесь такой вот схематический рисунок исхода ацтеков из этой самой долины Ацтлан. они сели на корабли и поплыли искать себе новый приют. Около двух веков индейцы кочевали в поисках своей новой родины. Это было для них конечно же очень тяжело. И вдруг доплыли, добрались они до озера Тескоко, а там на пустынном острове на этом озере на кактусе сидел орел и держал в клюве змею. Ацтеки посчитали, что это божественный символ, что вот в этом месте хороший сильный орел победил змею. Значит место действительно такое очень-очень мощное. Ну и решили, что там нужно основать столицу и государство город Теночтетлан. И давайте мы посмотрим на схему этого города. История интересна еще и тем, что город Теночтетлан находился на месте современного Мехико. То есть опять же очень много связок между ацтеками и Мексикой. И вот сегодня в Мехико есть такой музей, в котором находится модель города Теночтетлан. Мы с вами можем увидеть, как он был устроен. Вот здесь смотрите. В принципе похожая история с городами Майя. Тоже у нас с вами вот эти пирамиды, различные дворцы, постройки. И также сверху есть такой схематический рисунок, как же этот город вообще выглядел. Напоминаю, он находился на острове в озере Тескоко. Поэтому видите, здесь у нас именно островной такой вот рисунок. И как вы видите, от города уходили четыре дороги в разные стороны, которые связывали его с другими регионами, с другими племенами, с другими городами. Вот такой интересный это был город. Ну и вернемся к карте расселения племен на территории Центральной Америки. Вот про Майя мы с вами уже поговорили, а теперь посмотрим. Левее от них как раз таки проживало у нас племя ацтеков и здесь мы как раз таки видим с вами как ацтеки приходят на эту территорию и вот озеро Тоскока город Теноштетлан вот он здесь у нас самый известный город племени ацтеков также на севере этой территории жило племя тольтеков которое очень часто пересекалось с ацтеками а кстати между ацтеками и Майя проживали изначально Ольмеки но они очень рано вымерли и до Майя уже даже не дожили не добрались самое важное положение в божественном пантеоне ацтеков собственно в их языческой религии занимали боги четыре бога во первых бог ветра небес звезд кецалькоатль то есть видите все что с небом связано это был тот самый змей с оперением да кецалькоатль пернатый змей напоминаю что он у нас уже и в культуре племени Майя тоже был его там звали кулькан то есть другое имя но идея та же самая следующий бог ночи магии и пророчества Тескатлипока он кстати изображен на вот этом рисунке слева посмотрите какой бог с огромным количеством конечностей с огромным количеством вещей украшений нарядов да вот такой вот очень интересный тоже персонаж бог войны солнца и вообще покровителя ацтеков уицила почтли и бог дождя и бури тлалок на 4 бога являются самыми известными среди ацтекского пантеона пантеон это ну как бы сказать структура всех богов в верованиях какого-либо народа и про Кецалькоатля у меня есть вам еще один интересный факт который я могу рассказать если вдруг вы пока еще не до конца заснули пожалуйста будьте внимательны сейчас покажу немножко страшненький слайд ну совсем немножко поэтому если вы уже надежно спите то вы даже не заметите а если все-таки еще немножко подглядываете одним глазочком то будьте осторожны да вот у нас что-то страшненькое такое ну на самом деле ничего-то нет страшного это просто скелет одного из очень известных летающих динозавров птерозавра собственно почему же я их тут вам показываю вот эту чудесную птичку и этот скелет дело в том что на территории Южной и Центральной Америки до сих пор проживает очень красивая птица по имени Кецаль и считается что именно оперение этой птицы вдохновило ацтеков на создание образа своего пернатого змея пернатого бога видите какая у нее красивая очень яркая оперение такое прям какого-то невероятного цвета ну а справа у нас вот этот скелет одного из сохранившихся до наших дней сохранившихся до наших дней скелет птерозавра это летающие динозавры собственно назывался он Кецалькоатль почему потому что нашли его именно на территории Центральной Южной Америки и назвали в честь вот этого вот пернатого змея бога ацтеков то есть такая вот интересная штучка вообще динозавров часто называли по разным причинам да как придумали то ли где его нашли то ли на что он похож и вот в данном случае такой вот образ пернатого змея ацтеков здесь сыграл свою роль правитель ацтекского государства имел название Тлатоани Тлатоани был человеком который умел говорить лучше всех то есть ацтекского языка он переводился как оратор да то есть видите как интересно ацтеки уважали в своем правителе навык хорошо разговаривать и доносить свою мысль до людей Тлатоани командовал войском был верховным судьей главным жрецом да то есть он все возглавлял должность его была выборной но выбирать его могли лишь несколько знатных семей и получалось что эта должность переходила от одной знатной семьи к другой также у Тлатоани был еще и такой вот совет четырех помощников которых тоже выбирали туда входили ближайшие родственники его которые занимали высшие государственные посты ну то есть по факту не то чтобы их прям выбирали да ну вот какой родственник захотел какую должность тот то и получил ну первая должность это Тлакатэкатль человек боец командир ну то есть понятное дело это человек который у нас возглавляет войско Тлакатчкалкатль это хранитель дома дротиков начальник арсенала ну то есть человек который хранит какие-то военные запасы Тлакаттль тот кто опускает кровь то есть скорее всего человек который занимался медициной и Тлилланкалки хозяин дома мрака ну скорее всего это человек который занимался всем что связано с загробной жизнью с погребениями с похоронами и так далее то есть вот такие вот четыре человека которые помогали правителю племен ацтеков и собственно среди ацтеков на самом деле самые известные правители носили имя Монтесума есть такая игра может быть когда-то играли вот собственно да она названа в честь правителя ацтеков Монтесумы вообще Монтесумы было два Монтесума первый это очень-очень известный Толтаани который правил в 15 веке вообще интересно то что так как ацтеки не очень долго вообще существовали на этой планете да то есть все вся их история она укладывается вот пожалуй в 2-3 века ну вот здесь мы с вами можем видеть такой вот схематичный рисунок коронации Монтесума первого чем же он был известен про него вообще есть очень такая вот необычная история обычно все ацтеки были очень воинственными напоминаю у них было много различных городов государств и когда в одном городе приходил к власти новый Толтаани например вот Монтесума пришел к власти да в своем царстве то другие города государства должны были ему подчиниться ну а иначе начинался конфликт между усобицей и гражданской войны и как бы каждый новый Толтаани должен был воевать со своими соседями чтобы доказать им свою силу ну то есть начиналось правление с кровопролития Монтесума первый посчитал что это слишком жестоко и он придумал новый и очень необычный способ он позвал всех представителей из различных городов государств в столицу Теночтитлан чтобы там немножечко отремонтировать храм то есть сказал давайте-ка все города государства пришлют мне работников чтобы мы вот вместе храм отремонтировали и это было настолько мило то есть вместо того чтобы идти со всеми воевать он такой а давайте вместе храм будем строить только один город государства отказался участвовать в этом таком вот сближающем строительстве отказался участвовать в этом как бы сказать тимбилдинге и поэтому Монте-Сумо начал с ним войну но все остальные построили храм и все было хорошо тут они признали власть нового Тлатаани такой вот интересный был правитель который пошел немножечко оригинальным путем и все изменил ну а Монте-Сумо второй это человек с более грустной историей Монте-Сумо второй был одним из последних Тлатаани ацтеков дело было в том что именно на период правления Монте-Сумо Монте-Сумо второго сюда к ацтекам пришли испанцы и пришел такой очень-очень известный человек конкистадор Эрнан Кортес ну про Кортес наверняка вы все слышали мне кажется его имя даже стало таким немножечко нарицательным да Кортес был очень-очень известным человеком достаточно богатым потому что он сумел в целом снарядить огромное количество кораблей приплыть на территорию Центральной Америки и вот так вот в целом победить ацтеков да то есть вот здесь у нас с вами на этом фото изображена встреча Монте-Сумо второго Ирнана Кортеса здесь он ведет себя еще достаточно так прилично да разговаривает с Монте-Сумой но потом он заставит Монте-Суму убить нескольких своих военачальников а после этого против Монте-Сумы поднимутся индейцы потому что он призовет их покориться испанцам и после Монте-Сума будет еще если не ошибаюсь три тлатоани и собственно последнего тлатоани будут очень долго держать в плену и в итоге по приказу Кортеса убьют такая вот история ну и также на этом рисунке у нас изображена интересная женщина видите за спиной Кортеса стоит девушка ее звали Малинче и она была переводчицей она помогала Кортесу общаться с племенем ацтеков но там есть такая вот очень-очень хитрая история потому что считается что она предала потом Кортеса и как-то вот так вот бросила его ну то есть вообще-то у них как бы была любовь скорее всего у них даже вроде как были совместные дети но потом она вышла замуж за другого однако еще большее предательство ей конечно переписывают перед народом ацтеков потому что она сама была по происхождению индейского и она получается влюбилась в Кортеса помогала ему уничтожать ее же народ поэтому вот в Мексике сегодня есть такой термин маленьчист то есть предатель поэтому этот термин лучше не использовать ну и собственно вот так вот вообще выглядел Эрнан Кортес еще раз напомню человек очень известный и кстати именно благодаря ему вообще ацтеки перестали существовать а в Европе люди узнали что такое шоколад потому что ацтеки являются одним из первых народов в мире которые стали активно выращивать какао-бобы и делать из них шоколад и например они очень любили пить какао вот такие вот были милые но достаточно воинственные люди я осталась с вами обсудить племя инков очень тоже такое интересное ну племя инков по-другому называется сыны солнца потому что вот у них самым-самым главным богом считался бог солнца и сейчас мы о них чуть подробнее поговорим в конце 12 века на западе южной америки вандах расселилась племя инков и они в отличие от ацтеков и майя сумели создать большое единое государство столицей которого стал город Куско в переводе с языка инков центр мира ну так вот они считали и индейские легенды гласили что предки правителей инков были детьми бога солнца поэтому как раз таки инки поклонялись своему правителю как богу здесь на слайде небольшое смешное изображение если вы знаете этот мультфильм то вы наверное уже посмеялись это император Куско из мультфильма похождения императора собственно в этом мультфильме как раз показана жизнь инков в Андах там очень много конечно всяких шутливых моментов но вообще-то очень интересно да что такой мультфильм в целом есть и он отражает как-никак культуру этого племени вот такая вот интересная история здесь мы с вами можем увидеть карту государства инков у него было свое название Тауантинсую и вот здесь мы можем посмотреть насколько оно было длинным да видите какое вытянутое 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 государство вот здесь вот на карте у нас столица инков город Куско и рядом с ним Мачу-Пикчу Мачу-Пикчу это вообще наверное очень такое известное слово когда мы с вами говорим про Южную Америку и запомните пожалуйста что Мачу-Пикчу связано именно с племенем инков это считается таким вот заброшенным затерянным городом в горах который кстати был найден учеными только в 1911 году и представляете когда ученые туда пришли они там нашли крестьян которые обрабатывали землю пасли скот и все как бы у них было нормально их жизнь шла совершенно своим чередом и когда как бы ну с ними стали общаться они сказали что мы тут жили нас никто не трогал и давайте мы тут дальше продолжим жить но к сожалению так не вышло потому что конечно же город Мачу-Пикчу стал привлекать огромное количество туристов как такое действительно очень интересное место и поэтому сегодня он наверное самый известный из вообще всех городов племени инков на карте также очень интересно отображены дороги видите здесь вот есть такие линии и это все система дорог очень очень круто у инков были развита транспортная система потому что ну в таком вытянутом государстве без дорог конечно просто невозможно а справа вы видите современный вид храма солнца в городе Куско Перу и тут как раз можно отметить что совершенно уже другая архитектура понятное дело что это современный вид храма он был отреставрирован но старались сохранить какой-никакой изначальный облик и тут мы не увидим вот этих вот пирамидальных построек потому что у инков уже была другая культура они жили достаточно далеко от майя и ацтеков поэтому их культура была отличалась отличалась и как раз таки здесь на примере племени инков хочу вам показать очень интересную картинку это устройство вообще вселенной представлений народа инков смотрите здесь у нас с вами как будто бы мир делится на три части подземный мир земной и божественный мир и собственно начнем снизу в подземном мире у нас все что связано со смертью тут все умершие тут те кто только должен родиться тоже интересно знаете какая мысль такой цикл жизни ты рождаешься в земле и умираешь в земле вот такое верование было у этих народов здесь также семена растений которые должны родиться и два змея сача и яку якобы такие вот тоже элементы подземного мира в земном мире что мы видим здесь люди духи видите как интересно звери птицы растения все кто есть на земле а в небе солнце луна и так далее и верховный бог всего этого это у нас бог виракоча такое вот было название бога в представлении инков основой хозяйства инков было земледелие с очень хорошо развитой системой орошения вообще на самом деле это меня всегда очень сильно удивляет как же много всего изобрели уже когда-то люди вот например в древнем риме или в древней персии существовал что канализация во франции 18 века люди выбрасывали мусор наружу и все помои тоже выливали в окно потому что канализации не было вот как можно было все это забыть это так необычно то же самое здесь инки ацтеки майя они жили полностью в цивилизации поэтому у них была развита медицина у них была развита технология у них было развита очень хорошо ювелирное дело но все это не дошло до наших дней и европейцам пришлось заново учиться все это делать такой вот очень интересный феномен кроме кукурузы здесь также выращивали картофель и другие культуры и сумели приручить лам поэтому как раз таки мы с вами знаем что ламы такие вот южноамериканские животные в Андах их было очень очень много ну собственно инки добились очень больших успехов в медицине они умели делать очень сложные операции на черепе они применяли пластыри изобрели клизму и даже использовали пенициллин здесь ребят очень хочу акцентировать ваше внимание на том к чему это важно дело в том что пенициллин это плесень по факту из которой сделали первый в мире антибиотик то есть лекарство которое борется против заболеваний вызванных различными бактериями и собственно европейцы потратили много 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 веков на то чтобы изобрести пенициллин на то чтобы понять как его вообще использовать в лечении людей и получилось у них это только в начале 20 века в начале 20 века а инки уже в 14 15 веках вовсю использовали антибиотик то же самое кстати делали древние египтяне еще до нашей эры вот еще одно проявление этого странного феномена забывания вместе с тем письменность у инков не была очень развитой и для передачи сообщений они использовали узелки завязанные на шнурах разного цвета вот такие вот ленты с узелками назывались кипу вот видите здесь на фотографии инки носили с собой вот такие огромные огромные ленты с различными шнурками и собственно завязывали узелки а потом передавали друг другу эти сообщения вот они могли по этим узелкам понять что же человек имел ввиду также очень интересная черта племени инков так называемая полигональная кладка камней вот смотрите сегодня в основе строительства у нас лежит что кирпич и бетон ну то есть склеивание кирпичей каким-то клейким составом а вот инки не использовали никаких клейких составов никаких гвоздей никаких способов соединить друг с другом камни но они подбирали камни идеально друг другу вот посмотрите да слева вы видите пример стены в городе Куско эти камни все максимально разные ну вот вот зачем тебе вот такой камень да но в него идеально встает вот этот камень получается что инки изобрели пазлы да они действительно складывали камни которые идеально друг другу подходили и делали из них стены вот справа посмотрите да это крепость инков тоже видите совершенно разные камни немножко разного уровня но смотрится в итоге все как нормальная солидная стена зачем же они это делали дело в том что инки проживали в горах а горы анды находятся на разломе тектонических плит поэтому там очень часто происходили землетрясения и инки поняли что если их здание будет состоять из вот таких вот подвижных камней которые идеально друг в друга входят и держатся друг за дружку то они будут сейсмоустойчивыми то есть их здания в момент землетрясения немножечко ездили немножечко как-то так вот передвигались стены немножко могли смещаться но в итоге все это возвращалось в свою изначальную форму и изначальную структуру такой вот очень необычный хитрый ход ну а теперь давайте посмотрим на рост империи инков изначально территория империи инков была вот такой маленькой вот город куску и небольшой розовый овальчик вокруг него затем видите империя инков была создана в начале 13 века точнее где-то в конце в конце в конце 13 века и только в 15 веке она стала расти то есть очень медленно шел процесс развития этой империи при правителе Пачакути были вот так вот сильно увеличены территории вот они затем при следующих правителях были присоединены следующие территории коричневого цвета зеленого цвета голубого ну то есть да очень-очень-очень активно шел рост империи именно в 15-16 веках именно вот тогда но к сожалению это огромная и очень сильная империя тоже перестала существовать на самом деле инки вообще были таким вот очень лакомым кусочком для европейцев почему потому что именно здесь по легенде находился золотой город Эльдорадо инки как вы могли заметить да по императору Кусков с первого слайда очень любили солнце и очень любили золото они носили золотые короны носили очень много золотых украшений у них вообще было очень много драгоценных металлов но в горах было много мест где можно было добыть полезные ископаемые в том числе драгоценные металлы и поэтому когда кто-то встречал инков он видел что люди такие вот обеспеченные получается раз у них так много всяких драгоценностей и в итоге у европейцев сложилось впечатление что инки это очень богатое племя а значит у них там где-то есть какой-то невероятный город золота Эльдорадо и в итоге очень сильно европейцы захотели этот город найти завладеть этим городом и вот в 1572 году последний правитель инков Тупак Амару был обезглавлен это обозначало конец империи инков государство было разграблено культура разрушена завоевал инков испанский конкистадор Франсиско Писарро а затем он и его последователи отправились вглубь южноамериканского континента искать Эльдорадо которого так и не оказалось на территории империи инков но так они его и не нашли город этот до сих пор остается легендой ну что ж друзья если вы до сих пор не заснули и досмотрели это видео до этого момента то мне очень очень приятно меня зовут Дарья Львова я преподаю историю в онлайн школе умскул очень люблю свою работу очень люблю свой предмет и очень люблю иногда устраивать такие необычные видео вот в таком вот странном формате поэтому очень надеюсь что вам понравилось ну и конечно друзья если вы хотите еще больше всего узнать про историю переходите ко мне в телеграм канал львиные истории и читайте много-много всего полезного что я туда пишу до новых встреч с вами была Дарья Львова и я надеюсь что теперь вы все знаете про майя инков и ацтеков пока-пока